я смотрю такая тенденция прикольная все сегодня в чате с такой позиции вещают к вопросу про боюсь выложить у себя на стене что там про меня подумают мои знакомые боюсь признаться что я в какой-то такой движухи а-ля секта да рассказываю свою как обычно про себя любимую рассказываю свою историю в марте или апреля я не помню он или была игра смысл которой у себя на стене выложить в любом любой соцсети выложить список своих желаний и каждый день отписываться что ты по этому желанию сделала там смысл в том что импульс какой у тебя просыпается импульс когда ты про это желание мир думаешь ну к примеру я вот там написал да хочу дом с панорамными окнами что какой у меня импульс просыпается я к примеру хочу пойти помыть окна свои и пока я мою свои окна меня какие-то инсайты накрывают просто какие-то человеческие да или там я хочу какое-то там свое дело к примеру да ставки с определенным заработком что я делаю ну там открыла открыла интернет смотрю какие-то там дизайны одежды грубо говоря вот и пока смотрю дизайны одежды придумываю свой ну вот просто вот чему у меня собственно это научила это я такое лирическое отступление да чему меня это научило тому что нужно слушать свои импульсы с того момента вот с того момента как я вот две недели до играла в эту игру я очень редко вообще сейчас жизни что планирую нет есть у меня какие-то планы из разряда там через две недели грубо говоря поехать подъехать к подруге там в тулу да то есть я сейчас пошла купила билеты ну вот есть у меня вот такой план может случиться так что она мне сегодня звонит и говорит приезжай завтра я взяла билеты и поехала то есть ну вот опять же по импульсу вот ну и собственно возвращаясь к игре и публичности представляете насколько сложно у себя на стене выложить вот эти самые свои желания свои сокровенные сокровенные желания каждый день отписываться ну вот что ты сделал то есть мои друзья которые читали вот это у меня на странице они просто ну кто-то писал что резко мать что там тебя за танцы с бубнами не грунт на работу по самокопанию я уволилась ведутся работы по самокопанию да я уволилась с работы у меня сейчас у меня сейчас заниматься нечем кроме как себе кроме как собой вот кто-то ну ржал типа кто-то говорил типа класс молодец но внутри у меня был вот такой прям серьезный импульс я задолбалась вот знаете когда вот подходишь вот к этой вот планочки я задолбалась все и вот тогда сделаешь все что угодно в принципе и выложишь у себя все что угодно выложишь и пойдешь на площадь песни орать просто когда понимаешь что по старому уже не работает ну все надо значит делать что-то по-новому вот так вот благодаря тому что я вот так собралась да и там две недели писала про свои какие-то внутренние переживания да потому что вскрывалось очень много моей жизни снова появились люди про которых я наверное даже думать забыла ну вот например один один пример расскажу да у меня есть знакомый с которым я общалась лет 14 назад да у нас была компашка очень веселая отшибленные господи на всю голову какие муж какие какая была отшибленная просто конченая какие вещи творили вот ну а потом я вышла замуж и стала такая прям серьезно-серьезно голову еще не подходи не подходи и тут этот молодой человек такой типа привет как жизнь как-то как все я так поразилась город нормально все у меня хорошо спасибо ты как такой да блин сто лет не виделись давай встретимся кофе попьем как игры да давай да так живешь чем дышишь игре да вот с работы уволилась сейчас занимаюсь рукоделием очень люблю всякие там бирюлечки и всякие штуки из кожи плести он такой слушай начат играть этим не профессионально занимаешься но не на с тем более ты уволилась но делая это нормально ну как на поток я глю блин да мне нужен инструмент а он дорогой а это опять же это был апрель и март не помню инструмент игры дорогой а такой слушай ну так давай я тебе его куплю я говорю блин чё серьезно он такой но почему нет ну то есть это через какой-то промежуток общения вот нашего да вот молодой человек объявился и через какое-то время вот вот мы просто там общались да и вот он мне предлагает давай играть я тебе куплю ты мне список скинь я тебе куплю короче в итоге у меня вот сейчас есть все что мне нужно для того чтобы для того чтобы я делала то что мне нравится вот эти самые собирала там изделия из кожи портупеи маски наручи вот у меня это прет я люблю вот эту всю тематику вот кроме того кроме вот такого внешнего понятное дело это было это была работа внутри которая тут же отразилась во вне да пошла такая движуха ребята когда просто сказала так все хватит давайте уже я я уже я вылажу я вылажу из этой конуры пошла какая-то нереальная движуха пошли просто деньги деньги пошли из самых из самых неожиданных источников вот девочки тоже которые говорили вот у меня есть такой шаблон что деньги пришли оттуда и оттуда я не работала мне ниоткуда было и им идти я просто такая сидела и наблюдала а откуда же в этот раз ко мне придут деньги я не работающая я закрыла за вот эти полгода полгода больше что я не работаю я закрыла половину своего кредита мы съездили с сыном на море я там при оделась приобулась сына дело обула сделали все что нужно там ему было поэтому по его здоровью мы сделали мы там короче у нас вышла с сыном такое поездатое лето мы крутились катались при этом я говорю каким-то макаром закрывала кредит платила за квартиру понимаете друзья мои для того чтобы желание исполнялись нужно чтобы эти желания были и чтобы противоречащих желаний этому ну не было вот ты например хочешь что-то но боишься это получить ну и как-то это получишь или ты хочешь что-то и думаешь а что будет когда я это получу опять же деньги зачем вот зим зачем тебе деньги тебе сказали напиши список у тебя все будет написала список и у тебя это есть нужны тебе нужно нужно исполнение желания они деньги для этого желания потому что эти желания вот посмотри на меня я рассказала сейчас как я получила инструмент просто сказав о том что он мне нужен я не рассчитывала его получить вообще не рассчитывал я просто ну вот было бы круто желание разобраться нужно с желаниями с противоречивыми и будет вообще все в огнях еще не ссать компот потому что ну ну никак без этого про тебя никто не узнает если ты не проявишься и только так